Пенсии снова пересчитают. Перерасчет выплат затронет тех ее получателей, кто официально проработал весь прошлый год. Прибавка будет зависеть от размера получаемой зарплаты, но не больше, чем 297 рублей. Любителям фитнеса доступен налоговый вычет. За занятия спортом можно будет вернуть 13% от их стоимости, но не больше 15,5 тысяч рублей. Деньги будут возвращать за занятия в фитнес-залах, секциях и бассейнах. Оформить возврат можно будет и за себя, и за ребенка. Но важная поправка. Вычет будут применять только к доходам, полученным с 1 января 2022 года. С 22 августа техосмотр транспортного средства для получения полиса АСВАГа будет необязательным. Из необходимого перечня документов уберут и диагностическую карту. Сейчас из-за недостатка станций техобслуживания, отвечающих требованиям, автомобилисты вынуждены покупать диагностические карты. Но напомним, по словам зампредседателя Госдумы по транспортному и строительству Александра Саровойтова, автомобилистам нужно адекватно оценивать состояние машин, потому что это грозит риском и водителю, и пассажирам. Участники программы «Дальневосточный гектар», которые успешно освоили землю, смогут взять второй участок размером в один гектар без возмездного пользования. Такая возможность появилась у тех, кто уже приватизировал или арендовал первый участок такого же размера. Землю можно выбрать любую. Август – лучший месяц для семейного отдыха. На 46 направлений внутри страны авиаперелет станет доступным по льготной фиксированной цене. Один билет от 4,5 до почти 11 тысяч рублей. Минимальный состав – один взрослый, один ребенок. Самые крупные точки страны, в которые можно будет попасть с выгодой – это Владивосток, Казань, Ростов-на-Дону и Калининград. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова